Юлия Белкина в музеях частый гость. Признается, послушать рассказ лектора всегда интересно, а увидеть редкие экспонаты вдвойне. Особенно, если не приходится разглядывать предметы за стеклом. Ведь от одной только мысли, что из этой кружки пил чай великий человек или этой ручкой писал свои произведения, захватывает дух. Мне кажется, когда человек красавец, человек великий, писатель, автор великих произведений, то интересно и, наверное, передается нам какая-то частичная души, сердце, настроение. И поэтому особое внимание уделило в ходе мероприятия ручкам Алексея Марсимовича Горького. В Самаре прошла встреча-экскурсия, посвященная Екатерине Волжиной, жене Алексея Пешкова, более известного под псевдонимом Максим Горький. Директор Самарского литературного музея Михаил Перепелкин показал уникальную коллекцию предметов, которую супруга известного советского писателя подарила музею. Пресс-папье, подсвечник и другие раритеты начала 20 века. Самые яркие и необычные – галстук писателя и бусы, которые он подарил жене. Казалось бы, обычное украшение, однако если присмотреться, таит в себе глубокий смысл. Может, они кому-то дадут совет, в котором посетители нуждаются. Может, эти бусы подскажут, какой им сделать выбор, или правильно ли они сделали выбор. Но это легенды на самом деле, хотя за каждой легендой есть своя доля истины. Вот таких вот предметов, благодаря Екатерине Павловне, у нас, как я уже сказал, около двух десятков. Екатерина Пешкова прожила 88 лет. Многие отзывались о ней, как о человеке с большим сердцем. Она занималась правозащитной деятельностью и помогала жертвам репрессий и их семьям. А те писали ей в ответ письма. Им было важно, чтобы хоть капитата через несколько десятков лет мы с вами, их потомки, прочитали их письма и поняли, что они переживали. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.